2022 год объявлен в Ульяновской области годом студенческого спорта. Регион станет площадкой для сотни спортивных мероприятий, а главным из них станет Всероссийская летняя универсиада по шести видам спорта. Этот год будет наполнен яркими событиями. Главная задача – это создание студенческих клубов, потому что у нас не все вузы их имеют. Мы должны в этом году сделать максимальный акцент на развитии студенческого спорта на территории вузов. База у нас есть, есть все шансы, чтобы мы были одними из лидеров Российской Федерации. И, конечно же, самым главным мероприятием года станет летняя универсиада, восьмая, на которую съедутся все звезды спорта, приедут министры, приедут почетные гости. Во время торжественного мероприятия главные виновники торжества, представители спортивных команд вузов Ульяновской области, были приглашены на сцену. К ним присоединилась команда Ульяновского училища Олимпийского резерва, главного спортивного резерва области, где осуществляется подготовка студентов по 18 видам спорта. В этом году училище отметит юбилей 55 лет со дня основания. Очень здорово, что именно сегодня мы торжественно открываем год студенческого спорта в Ульяновской области. Он станет вторым этапом запланированной пятилетки. Напомню, что следующий, 2023, станет годом развития спорта в годовых коллективах, развития спортивных сообществ. А 2024 годом спорта старшего поколения. Прошлый же 2021 год, год детского спорта, несмотря на все сложности ковидного периода, прошел довольно-таки успешно. Почетным гостем праздника стал футболист, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев. В год студенческого спорта он будет пополнять важную миссию посла и помогать развитию спорта среди студенчества. В день торжественного мероприятия он успел провести ряд мастер-классов для ульяновских воспитанников. Я в который раз убеждаюсь, что у вас очень спортивный город. Я думаю, вы должны поаплодировать прежде всего себе. Это правда дорогого стоит, потому что не везде в России так любят спорт. Статуэтку посла года студенческого спорта получила и Анастасия Соловьева, бронзовый призер параолимпийских игр. Я считаю, что спорт это такая очень сильная история развития не только здоровья, но и внутреннего твоего мира, потому что благодаря спорту ты развиваешь выносливость, терпение, храбрость, отвагу. Также послом года студенческого спорта стал Алексей Трифонов, чемпион мира по кикбоксингу. А почетное право открыть год студенческого спорта предоставили Варваре Барановой, участнице Олимпийских игр в Токио, а теперь послу года студенческого спорта.